Осень, время замедлиться и наблюдать. Ну, конечно, такую роскошь могут себе позволить далеко не все. Есть те, кто отвечает, собственно, за благоустройство пространства, за красоту, за то, чтобы мы с вами могли себе позволить вот так вот замедлиться и понаблюдать. Ну, конечно, делать это лучше всего на набережной озера Сенеж. Многие сравнивают эту набережную с морским побережьем, особенно когда смотришь на это не в сезон, но никогда жарко. Всем добрый вечер. Важная тема сегодня — это благоустройство третьей очереди набережной озера Сенеж. Мы сегодня поговорим с вами о том, какие преобразования ждут нас в парке. Важно отметить следующее, что, конечно, когда проводились все необходимые работы, еще даже на стадии проектирования, были проведены соцопросы, и не один. И именно вы, жители, отметили, что большинство из вас очень часто посещает парк и набережную. И в основном это с целью как раз прогулок на свежем воздухе. Мы надеемся, что эти прогулки станут приятнее. Я с удовольствием представлю у гостя нашей студии Александр Константинович Квасников, заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск по вопросам рекламы и потребительского рынка. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Константинович, вам замедляться, понятно, некогда. Сроки, я так понимаю, жесткие. Когда уже будет все готово, давайте начнем с этого, чтобы люди уже настроились на это. В октябре месяце мы планируем закончить практически все работы. Поэтому мы не то, что не умедляемся, мы наоборот ускоряемся. Конечно же, большое спасибо погоде, которая позволила нам и в сентябре, и в октябре очень активно и плодотворно поработать. Поэтому наши строители работают практически в круглосуточном режиме. С тем, чтобы к ноябрю месяце уже закончить основные работы, и наши жители смогли прогуливаться уже по хорошей, красивой и, самое главное, освещенной набережной. Я посмотрела презентацию, непосредственно концепцию, да, что будет. Вот кажется, что всего так много. И, честно говоря, Солнечногорск достаточно камерный город, и, в общем-то, хватит ли площадей? Какие решения были использованы для того, чтобы увеличить, расширить пространство, ну, я так понимаю, не только визуально? Вы знаете, действительно, наша набережная очень насыщенная, но она и вмещает очень много посетителей. Мы видим, да, когда мы сделали первую очередь, какой поток посетителей был. Вторая очередь, казалось бы, она не столь насыщенная, она более спокойная, зона тихого отдыха. Но уже за год эксплуатации этой набережной мы видим, что у нее есть и свой посетитель, что она тоже очень часто посещаема, причем во все времена года. Это и лето, и зима, и осень. И поэтому мы понимаем, что нам нужно двигаться дальше, нам нужно расширять площадь. И в этом году мы благоустроили более 10 гектаров земли, это есть третья очередь. И протяженность довольно-таки большая, это порядка двух километров. И это абсолютно разные ландшафты. И мы с вами, прогуливаясь по второй очереди, плавно переходим в третью. Это лесная зона. Мы с вами идем и оказываемся, можно сказать, что на самой воде. Мы сделали уже сейчас готовые очень красивые мостики, которые идут прямо по самому Сенежу. И я уверен, что не только виды, но и фотографии, которые вы там сделаете, они будут и красивые, и, можно сказать, эксклюзивные. Ну и затем мы снова с вами оказываемся на сухопутной территории, которая нас доведет непосредственно уже до мастерской Сенежа. Поэтому территория довольно-таки большая, красивая, ну и многофункциональная. Ну а скажите, пожалуйста, помимо того, что прогуляться, подышать свежим воздухом, сделать, как вы сказали, там уникальную фотосессию, чем еще там можно будет заниматься? Как вы сказали в начале нашего разговора, действительно, прежде чем начать какие-то работы, мы провели соцопрос. И поняли, что эта территория, она уже на протяжении многих лет довольно-таки популярна среди наших жителей. Ну и что же они там делают? Прежде всего они рыбачат, да, то есть это одна из любимых забав наших мужчин. Вот, поэтому мы предусмотрели довольно-таки много мостиков, с которых будет удобно, комфортно и безопасно рыбачить. Затем, безусловно, есть излюбленные места для купания и загорания. Соответственно, да, у нас есть уже такой, можно сказать, центральный пляж, который у нас находится на первой очереди, да, он центральный, и там у нас и большой пляж, и бассейн, и вся инфраструктура, и ежедневно мы принимали хорошие солнечные дни, там более тысячи человек приезжало к нам. Вот. Но, опять-таки, в третью очередь тоже будет сделана небольшая пляжная зона, потому что у нас там есть и рядом частный сектор, и жители уже привыкли купаться именно там, поэтому будет сделана небольшая пляжная зона, вот, где люди могут и искупаться, и принять просто солнечные ванны. Пляжная зона будет такой же, как, по аналогии, я так понимаю, с первой пляжной зоны? Она в какой-то степени будет такой же, естественно, она будет поменьше, вот. Но в плане безопасности мы сделаем все возможное, чтобы это было и безопасно. Вот. Каждую весну мы очищаем дно, вот, и наши сотрудники это делают несколько раз за сезон, поэтому эту работу мы будем проводить. Ну, а что касается непосредственно отдыха, да, то это будет хороший песочный пляж, мы сделаем кабинки для переодевания, вот, поэтому нашим гостям будет действительно комфортно там находиться. Ну, и, конечно же, видеокамеры, которые так или иначе обеспечивают безопасность, ну, и ЧОП, он будет курировать и контролировать всю протяженность набережной, но это уже, соответственно, с цены ноября месяца мы приступим к охране этой территории. Ну, и кроме камер видеонаблюдения, освещение? Освещение, безусловно, да, то, что я вам сказал. Сейчас мы уже переходим, можно сказать, на зимнее время, и поэтому этот вопрос становится наиболее актуальным, поэтому сейчас очень активно ведутся работы именно по освещению. Опоры уже стоят, сейчас планируется монтировать сами плафоны, ну, и подключение к сетям, все эти работы мы должны выполнить в конец октября, но, может быть, начало ноября. Что касается, вот, вы рассказываете о пляжных зонах, о летнем отдыхе зимой. Как будут использованы эти площадки зимой, когда, скажем так, законсервирован будут бассейны и так далее? Вы знаете, мы посмотрим, во-первых, какая будет зима. На самом деле уже сегодня мы начали готовиться к зимнему периоду, потому что мы прекрасно понимаем, что для нас зимние каникулы – это большой праздник, большой праздник, в котором принимают участие все наши жители, и нас ждут 10 дней каникул, ну, и, конечно же, выходные дни на протяжении всей зимы. Поэтому посмотрим, какая будет зима. Ну, а со своей стороны мы уже готовы организовать и лыжную трассу, мы готовы ее проложить, и у нас получится лыжная только трасса протяженностью более 4 километров. Вот, мы готовы организовать и рыбную, зимнюю рыбную ловлю. Вот, рассматриваем варианты о катании на собачьих упряжках. Вот, безусловно, каток. Но вариантов много, будем смотреть, а мы, как администрация, готовы все это организовать. Ну, самое главное, да, опять-таки можно будет… Ну, вы, в принципе, регулярно проводите все соцопросы, что жители пожелают. Ну, и посмотрим, да, как сложится с погодой, это очень важный фактор. Еще, вы знаете, обратила внимание на тренды, когда смотришь, как благоустраивают парки. Я сейчас говорю даже не о Российской Федерации, если даже посмотреть у зарубежных коллег. А вот сегодня мировая практика показывает, что очень большой спрос и такой некий тренд на так называемое множество умных кабинок. Ну, понимаете, о чем я говорю, да? Кто-то даже шутил на эту тему, что сейчас загоняют людей в коробки, но они сами это хотят делать. Потому что люди выходят в общественные пространства не только для того, чтобы погулять с собакой, с друзьями, какой-то ивент провести и поработать в том числе. Вот, что вы думаете, насколько этот тренд мог бы вписаться, например, в нашу концепцию, да? Ну, можно сказать, что мы идем в ногу со временем. И, во-первых, в зону Wi-Fi она у нас будет. Будет практически на протяжении, ну, во-первых, и в парке, и на набережной, несмотря на то, что это лесная территория. Во-вторых, многие скамеечки, у нас скамейки уже нового, современного образца, они будут оснащены и подзарядными устройствами, и Wi-Fi. Вот. Все это позволит, особенно для молодежи это актуально, посидеть, позаниматься, поработать, ну, просто послушать музыку и так далее. Вот. Ну, и со своей стороны мы в любом случае уделяем большое внимание и просто культурно-массовым мероприятиям, чтобы в парке и на набережной было просто интересно. И интересно для всех групп населения. Несмотря на пандемию, да, мы помним, что общественные территории были закрыты, они были закрыты и в апреле, и в мае, и, по-моему, даже в июне. Но только за последние два месяца мы провели более 200 мероприятий. Вот. Эти мероприятия, они рассчитаны на абсолютно все слои населения. И для наших маленьких посетителей, и для молодежи. То есть все очень активно занимались спортом. Ну, и, конечно, мы не забывали про старшее поколение, с которыми мы и проводили и дискотеки, и концерты, и занимались скандинавской ходьбой. Все то же самое мы продолжим делать, немножко переформатируем и с погодными условиями. Но в любом случае этому аспекту мы уделяем очень большое внимание. Вот как раз прямо предвосхитили мой вопрос насчет уличных тренажеров на третью очередь. Да, обязательно. Большой популярностью сейчас пользуются. Сейчас пользуются, и многие рассматривают и вторую, и теперь уже, наверное, третью очередь, как такую тропу здоровья. Поэтому мы предусмотрели несколько зон, на которых наша молодежь и далеко не молодежь может заниматься спортом. Поэтому действительно уже есть комплекс упражнений, и разные тренажеры на разные группы мышц. Поэтому приходите, занимайтесь, получайте удовольствие. И самое главное, что этим вы можете заниматься и зимой тоже. Я уверена, наше активное долголетие тоже облюбует себе какой-то из площадок. Уголочек, конечно. На третью очередь. Да, они очень большие молодцы. Ну и про молодежь уж, как говорится, про них тем более. Давайте поговорим с вами непосредственно про различные малоархитектурные формы. То, чем украшено, ну и, в общем, может быть, что-то и определенный функционал несет. Все в стиле эко. Да. Мы говорим вот об этом. Но здесь у меня такой вопрос с точки зрения обывателя. Насколько это все долговечно? Насколько это ударопрочно? Ну, знаете, да, шутку о том, что в России надо, наверное, все из чугуна и стали делать, чтобы вот точно ничего не случилось. Все на, даже на презентации, все такое красивое, такое все какое-то легкое, вот визуально кажется. Визуально легкое. С другой стороны, мы с вами уже пережили два летних сезона на первой набережной. Вот, поэтому мы продолжаем использовать малые архитектурные формы именно вот в таком стиле. Они установлены и на второй, и на третьей очереди. Это все будет сделано в едином стиле, как я уже сказал. За два года, несмотря на колоссальничный наплыв посетителей, да, мы говорим прежде всего о летнем периоде, да, я хочу сказать отдельные слова благодарности нашим посетителям, что они ничего не сломали. Вот, безусловно, сотрудники дирекции парка регулярно что-то ремонтируют, что-то подделывают. Но очень приятно, что как таковых актов вандализма можно сказать, что нет. И я бы еще раз хотел обратиться и со словами благодарности, и еще раз с призывом, пожалуйста, сохраняйте в целостности все то, что мы сегодня создаем вместе с вами, все это создается для вас. Поэтому, пожалуйста, относитесь бережно. Вот, ну и еще раз отвечаю уже на ваш вопрос. Как мы видим, все это ударопрочно и долговечно. То есть здесь не идет речь о том, что, например, эко-материалы, они, может быть, чуть дешевле, и, в общем-то, и рассчитаны на то, чтобы их регулярно заменять. Нет, нет, мы прекрасно понимаем, что это должно быть и долговечно, что это стоит на улице, что это климатические условия. И несмотря на столь теплую осень, мы прекрасно понимаем, что зима может быть довольно-таки суровая, она может быть снежная, в любом случае это дожди. Поэтому материалы все погодоустойчивые. Если говорить о, скажем так, фестивалях, вот у нас был прекрасный фестиваль «Сенеж берег солнца», собственно, первая, да, чем набережная запомнилась москвичам. Очень много людей оттуда приехало. Какие-то фестивали, концерты большого, а может быть, даже федерального уровня мероприятия планируются проводиться? Вы знаете, мы рассматриваем и такую возможность. Естественно, этот год ввел некие ограничения для нас. Я надеюсь, что к следующему году, к следующему сезону мы уже победим и вирус, и вернемся к нормальному распорядку нашей жизни. Поэтому, да, безусловно, всевозможные фестивали мы готовы проводить. Не только на набережной, но и в парке. То есть Солнечногорск в этом плане готов принимать уже больше? Да, он готов принимать, с учетом того, что в прошлом году мы стали победителями премии. Мы выиграли губернаторскую премию как лучший проект парка. И сейчас мы приступили к реализации данного проекта. Работы сложные, работы большие. Но сегодня мы делаем первый шаг, и в следующем году мы будем продолжать данные работы. Поэтому я думаю, что к следующему концу следующего года мы, наверное, уже можем говорить о завершении довольно-таки большого блока работ по парку. Ну а что это такое? Один из аспектов – это как раз и есть зона фестивалей, концертная зона. Мы делаем большую сцену, на которой можно будет проводить мероприятие. Каким образом, какую сцену вы планируете, что это будет? Это будет, скажем так, капитальная некая история, или это будет, можно будет смонтировать, можно будет разобраться? Это будет уже капитальная история. Почему? Потому что мы видим, как солнечногорцы, с каким удовольствием они принимают участие во всех праздниках. Праздников у нас действительно много, и это могут быть большие федеральные праздники, безусловно. 9 мая, на мой взгляд, это вообще основной праздник для всей нашей страны. Главный праздник. А для этого, безусловно, нужна сцена. И с финансовой точки зрения было бы более рационально уже построить один раз, фундаментально, хорошо. Ну и люди, безусловно, будут знать, что в такое-то время, в такой-то день они могут прийти сюда, и здесь будет либо детский праздник, либо ретродискотека, либо еще что-то, либо спортивная зарядка. И таким образом мы приучим людей, по большому счету, мы уже даже приучили, что парк и набережная становятся неким эпицентром активности. Пожалуйста, приходите. Скажите, пожалуйста, насчет оборудования для сцены. То есть сцена это все-таки как площадка с возможностью подключения всего, с чем приезжают артисты. Понятно, у многих своя команда. Или есть еще какое-то свое оборудование? И что с акустикой? На самом деле, вспомнила, на осенний берег солнца, все тогда безумно удивлялись, эта сцена на воде, это безумно красиво смотрелось, но многие переживали, несмотря на то, что приехали профессионалы, реально все это монтировали. Что будет с акустикой? И с акустикой все было блестяще. Вот что, собственно, вообще всегда, да, главный вопрос, что касается open-air сцен, вот здесь, как этот вопрос продуман. В любом случае, сцена, она априори имеет форму такую, чтобы с акустикой было все хорошо. Ну, а что касается оборудования, это все зависит от праздника, который мы организуем. Чем больше праздника, естественно, это возможно привлечение дополнительных экранов, дополнительных колоннов. То есть звучать, я с точки зрения еще даже возможности, насколько это будет все громко и шумно. То есть если, например, проводится что-то в парке, допустим, какой-то концерт большой, массовый, ну, скажем так, в Советской площади слышно? Нет, мы постарались сделать так, чтобы все равно жители близлежащих домов не испытывали дискомфорт. Потому что даже вот на Советской площади мы проводим мероприятия, вы знаете, это замечательно. Это центральная площадка. Это центральная площадка. Да, иногда бывают просьбы жителей из близлежащих домов сделать потише. Поэтому мы предусмотрели о возможности переноса или какого-то там частичного разделения праздников и на Советской площади, и в парке. Потому что парк это все-таки уже более такая закрытая территория. Здесь мы никому не мешаем, здесь можно проводить более большие мероприятия, потому что площадка сделана для этого больше. Поэтому парк мы будем рассматривать, может быть, даже уже как основную площадку. Но сначала это надо сделать и довести все работы до конца. Вы прямо даже еще на мой следующий вопрос сразу ответили, потому что я вот и думала. Как вы считаете, насколько реально перенести центр всех праздников туда? Все-таки это, наверное, даже правильнее? Парк, набережная, Сенеж, ну... Посмотрим. Наша жемчужина. Как задумка, да, она есть. Вот посмотрим, как все это будет реализовываться. Ну, для этого мы и создавали, ну, одна из причин, для этого мы создавали наш парк. По озеленению парка тоже, я знаю, есть какие-то планы. Что планируется делать? Планы есть. Мы приводим наш парк порядок во всех смыслах этого слова, да. Это не только там сцены, это не только новые детские площадки, спортивные площадки. Конечно, парк, прежде всего, это озеленение. Поэтому на сегодняшний день мы проводим очистку парка от старых деревьев, сухостойных деревьев. Ну, и, конечно же, будем досаживать, сажать новые. Вот, эта работа будет проведена. Мы посадим новые, красивые, хорошие деревья. По сортам, по цветам, по вообще, что это будет? Вот, по фактуре, как это будет? Это будут лиственные деревья, которые мы будем сажать, скорее всего, в следующем году. Но и не будем забывать про цветочное оформление, которое каждую весну, чтобы нас радовало. Может быть, нам тоже фестиваль цветов проведем? Рассмотрим, рассмотрим. Почему бы нет, да? Да, ведь когда-то в Солнечногорске это было. И просто жители помнят, и как-то вот ассоциируется Солнечногорск с этим, с чем-то цветущим. Ну, вот, кстати, это тоже приятно. Это тоже мнение жителей. Ну, конечно, когда все благоустраиваешь, когда планируешь большие фестивали, особенно что-то федерального уровня, понятно, что еще важна инфраструктура. Да, безусловно. Давайте поговорим с вами. Мы сейчас видим, как в округе в целом и в городе непосредственно идет работа по приведению в порядок нестационарной торговли, нестационарных торговых объектов. Что можете сказать по территории как раз набережной и парка? Нестационарные торговые объекты, я так понимаю, там появятся новые какие-то, да? Да, мы на набережной уже установили несколько новых НТО. Это НТО нового формата, нового образца. И для нас очень важно, чтобы, во-первых, это все было в едином стиле. Этот стиль у нас уже утвержден полтора года назад. И поэтому все желающие, которые хотят работать, во-первых, они должны выиграть на конкурсе и дальше уже устанавливать НТО данного формата, который утвержден нашей концепцией. Таким образом, во-первых, все будет единообразно и красиво, и будет соответствовать тем требованиям, которые мы предъявляем. А это требования не только к внешнему облику, но и к прилегающей территории. Поэтому нам необходимо, чтобы территория была благоустроена, лежала плиточка, стояли урны, была подсветка. Ну и немаловажный момент – это внутреннее убранство павильона. Потому что внутри-то все и происходит. Для нас очень важно, чтобы это было качественно и соответствовало всем требованиям Роспотребнадзора. Ну, конечно, раз мы говорим, что это не стационарные, понятно, там, я правильно понимаю, да, там нет водоподведения, там нет, ну, там должно быть освещение, насколько я помню, да? Да, 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 безусловно, безусловно. А отопление? Отопление тоже делается. Тоже отопление, да. Безусловно, чтобы они могли работать и в зимний период. Даже если вспомнить у нас эти традиционные наши зимние ярмарки, да, на советской площади, то как это выглядит? То есть, я так понимаю, мы можем ждать примерно того же и в этом году? Ну, зимние ярмарки, я так думаю, что они пройдут в ключевом ключе, в стандартном ключе. То есть, это будут просто шале. А, шале. Да, это будет шале. Мы сейчас работаем над концепцией, но все равно это будет такая вот история, связанная с шале, которые у нас отработают именно в рождественские праздники, и затем мы их уберем. Но это именно новогодняя история. А если возвращаясь вот уже к такой круглогодичной торговле, связанной с НТО, то это единая концепция, которую мы пропагандируем по всему округу. Это и Солнечногорский, и Андреевка, и Луневый, и так далее. Так должно быть сделано везде. Поэтому мне очень приятно, что довольно-таки много предпринимателей, которые свои уже существующие НТО переобули, можно сказать, и они приобрели новый вид, очень приятно, и спасибо за понимание. Ну, а те предприниматели, которые устанавливают новые НТО на новых местах, то они уже работают именно по тем проектам, которые у нас утверждены в нашем городсовете. Ну, самая главная задача, то, о чем вы говорите, она выполняется, дать возможность бизнесу работать, несмотря на то, что очень много нововведений. Это тоже затратно, чтобы привести в порядок. Это затратно, но мы понимаем, что мы помогаем малому бизнесу, потому что именно малый и средний бизнес являются основой нашей экономики. И вот в этих НТО работают именно наши солнечногорцы. Поэтому мы создаем новые рабочие места, люди начинают новые бизнеса, и это очень важно, им помочь это сделать. Поэтому мы предоставляем возможность открывать новые торговые точки в тех местах, которые согласованы и не противоречат основным устоям. Александр Константинович, если все-таки про НТО, и мы говорим именно о зоне парка, о зоне набережной, это больше продуктовое НТО, да, я так понимаю? Или есть и что-то горячее, например? Нет, это, безусловно, кафе. Горячие блюда станут наиболее актуальны уже сейчас, с выступлением холодов. Поэтому это и горячая пища, это и горячие напитки, это и чаи, и кофе, и глинтвейны. Все это вы можете спокойно купить. И даже разрабатывая лыжные трассы, мы прежде всего думаем, вот после часовой лыжной прогулки, чтобы вам было комфортно и переодеться, и выпить что-нибудь горяченькое. То есть даже есть, можно будет где переодеться, да? Да, мы сделаем лыжную базу, где вы можете взять и лыжи на прокат, там немножко переодеться, ну и, конечно же, нужно перекусить, потому что, придя в парк или на набережную, люди в любом случае проводят минимум 4 часа, а так или иначе вы захватываете обеденное время. Поэтому вам должно быть комфортно и безопасно перекусить. Да, в общем, я так понимаю, то, о чем вы рассказываете, и для отдыха, и для работы, и для вообще для всего. Но вот большинство, те, кто особенно живут неподалеку, кто пешком туда направляется, любят с детьми погулять просто. И вот я так понимаю, зоны настолько распланированы, что если где-то шумный какой-то ивент происходит, то наверняка в противоположном месте находится тихая зона, где можно просто погулять с коляской. То есть они не смешиваются, да? Абсолютно верно. Мы такое зонирование сделали и на набережной, такое же зонирование предполагается и в парковой зоне. В парке у нас есть очень большая детская зона, она составляет практически 2000 квадратных метров. То есть это действительно получилась такая мега большая детская площадка, которая предназначена для детей практически всех возрастов. И если у папы с мамой несколько детей, то им очень комфортно, они раз. Но и в то же время сами они занимаются на соседней площадке спортом и приглядывают за своими детьми, чтобы они никуда не убежали. А нет ли в планах у нас, не знаю, там небольшого парка аттракционов или что-то такое? Вы знаете, может быть, это будет не парк аттракционов, но аттракционы как таковые мы, безусловно, привезем. Эту работу мы проведем уже в следующем году, потому что сегодня мы видим, что посещаемость наших парков в набережной довольно-таки большая. Соответственно, они станут очень интересны и для инвесторов. А мне хочется, чтобы в наших парках было новое, красивое, современное оборудование. И таким образом мы можем привлечь инвесторов и убедить их, чтобы они потратили, приинвестировали существенные средства уже тоже в инфраструктуру наших парков. Ну, инвестиции — это наше все. Да. Ну, на сегодняшний день, прямо скажем, не хочется тратить бюджетные средства на данные цели, и поэтому мы будем работать над привлечением именно инвесторов, которые за свой счет будут покупать, эксплуатировать и благоустраивать опять-таки территорию вокруг себя. Вот опять возвращаясь к вопросу, да, Солнечногорск, вообще Солнечногорский округ, он выгоден инвесторам не только за счет промзон, там, где можно заводы строить, они об этом всегда говорят, какое классное географическое положение. Если мы говорим о городе, тоже сюда выгодно вкладывать деньги. Потому что по развитию туризма, вот если брать вот эту сторону, туристское направление, то я думаю, что через каких-то пять лет здесь будут совсем другие потоки уже будут. Ну, наша задача — сделать несколько якорных точек, и наши набережные, наш парк, они также станут неким якорем, благодаря которому будут развиваться и эта территория, и прилегающие территории. Поэтому мы по чуть-чуть, по чуть-чуть делаем шаги вот в расширении и приумножении нашей инвестиционной составляющей. Да. Самое главное, что вот многие говорят, да, ну, всегда находятся люди, которым что-то да не нравится. Вот делаешь и много, да. И это совершенно нормальная история, но вот тут хочется заметить, что вот эта вся праздничность, забота об отдыхе, забота о релаксе, это все очень хорошо и здорово, помогает нам с вами зарабатывать. Не без этого. Получать налоги в местный бюджет, тем самым повышать заработные платы и так далее. Это вот то главное, да, каждому личному материальному благополучию — это тоже забота. Если рассматривать такие большие проекты. Опять-таки мы с вами говорили о том, что там и в наших НТО и так далее работают же солнечногорцы. И наша задача... Это наш бизнес. Да, чтобы они не ездили в Москву или в какие-то другие регионы за заработком. Поэтому гораздо комфортнее, когда вы приходите и работаете у себя дома в шаговой доступности. А Москва со своей, опять же, покупательской способностью, да, которая, вероятно, чуть выше, она приезжает сюда, чтобы проводить выходные и оставляет деньги здесь. Поэтому это все очень выгодно. Александр Константинович, в финале хотела вас еще вот о чем спросить. В недавнем интервью нам, когда разговаривали как раз о работах на третьей очереди набережной, вы говорили о рекорде, о некой рекордности. Что вы имели в виду? Мы говорим, какой рекорд ставит городской округ Солнечногорск, когда благоустраивает набережную? Ну, действительно, мы несколько были зажаты в сроки, потому что из-за пандемии работы начались в довольно-таки поздний период. Поэтому то, что было запланировано на несколько-несколько месяцев, да, мы умудрились сделать всего за 4 месяца. И я бы хотел поблагодарить наших подрядчиков, которые не только быстро делают, но и качественно выполняют свою работу. Поэтому задача поставлена, и в этом году мы уже будем гулять и наслаждаться этим замечательным парком, набережной. И самое главное, сможем уже сейчас прогуливаться. Александр Константинович, большое вам спасибо за это интервью. Я напомню, Александр Константинович Квасников, заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск по вопросам рекламы и потребительского рынка, был сегодня у нас в студии. Но, как вы прекрасно понимаете, последнее слово всегда за жителями. Соцопросы, я еще раз напомню, были и не один, проведены еще на стадии проектирования. Я напомню, что 37% опрошенных часто посещают парк и в основном с целью променада. 26% опрошенных ответили так, а вот на спорте только 13%. Ну, я думаю, что эта цифра будет расти. Опрос, который сделали мои коллеги, скорее больше, наверное, проэмоциональное, но не было у нас задачи и цели считать. Анализировать уже мы предлагаем вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне очень понравилось. Я, в общем-то, летом была в другом районе, а вот приехала, я просто вот в шоке от того, как красиво стало. Часто вы гуляете, бывает, в набережной? Ну, не часто, ну, раз в неделю, в среднем, бывает. Вы видите, как продолжается наша набережная? Да, очень здорово, очень много места, где можно провести время с пользой, с интересом и понаблюдать за природой, и в целом пообщаться с друзьями. Часто гуляете здесь? Да, почти каждый день. А вот трое любите шок? Да. У меня даже четверо, у меня четвертый старший совсем. Гуляю здесь в основном с внуком, с подругами и с активным долголетием. Я была только вот на выстреле и вот здесь. Ну, на выстреле более такое место укромное, здесь как-то поживее. Вам где больше нравится? На выстреле все-таки. На выстреле? Да. А на третью очередь не хотите ходить посмотреть, как там слышали? Слышала, но не была еще. Схожу обязательно. Сейчас посмотрела, как сделали набережную, вот там третью очередь. Там и спортивные площадки, и в общем-то очень хорошо. И набережная вообще преобразилась, и качели, и все. Ну, я считаю, очень здорово. Мне понравилось. Мне очень нравится, особенно мне нравится половина, где раньше был военный городок и выстрел. Ой, выстрел нам тоже нравится. Ну, здесь мы чаще гуляем, но на выстреле тоже качельки там любим, и дети любят. Вот, нравится парк. Хотелось бы, конечно, чтобы его дальше благоустроили. Ну, наконец-то дождались, что в Солнечногорске есть такое примечательное, красивое место. Ну, нам очень нравится, очень красиво стало. То есть вот гуляешь, прям наслаждаешься этой красотой. В общем, мы только прям положительные эмоции испытываем. В принципе, все нравится. Спасибо, что есть место, где можно культурно, красиво провести время. Очень аккуратно, глаз радует. Скажите, а вот что-то хотелось бы вам еще видеть на наших набережных? Да, мне кажется, всего достаточно. Вот. Так что пожеланий нет. Ну, в общем, все хорошо. Как бы дальше развитие вот всего того, что делается. Вот каталась на велосипеде. Ну, конечно, я понимаю, люди, ну, куда идут, туда идут, не смотрят. И все равно очень как-то страшно. Кто-то встретится на твоем пути, ты его или собьешь. И я вот, когда поехала на велосипеде, мне приходилось останавливаться, потому что люди, ну, бибикать, кричать, это как-то смешно. Вот, разбегайтесь в стороны, я еду. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы вот этих велодорожек побольше было, чтобы они были безопасны для всех. Так, ну, пожелания, не знаю, ну, скорейшее, скорейшее и соединение с той, не знаю, как сказать, с той стороной или вот. Ну, что, наверное, больше мероприятий, что проводилось для нас, такие вот. Вообще здесь очень здорово. И активное долголетие очень хорошо проводят все вот эти мероприятия. Мне все очень нравится. Что хотели бы видеть зимой у нас в Солнечногорске? Ну, может быть, где-то куда на лыжах сходить, а то так, в принципе, в лес люди выходят, вот я знаю, сами еще не ходили. Хорошо бы лыжные такие вот, ну, не линии, а лыжни. Очень хорошо. У меня вот подруга занимается как бы конкретно вот этим, вот. И иногда, когда вот снежная или что-то, вот лыжные трассы, это очень здорово. Я бы тоже сама хотела. Ну, правда, пока на лыжи не встаю, но стараюсь. Может быть, каток на озере? Я вообще мечтаю о катке для пенсионеров. Можно было у меня мечта научиться кататься на коньках. У нас катки есть, но там в основном все время молодежь, очень много народа. Ты приходишь, ну, для себя скажу, возле бортика постою и ухожу. Все, коньки одела, коньки сняла. Все, постояла, ушла, воздуха нюхнула. Все, тобой. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»